Здравствуйте, с вами снова Влад Сериков от Минсайта Видеомонтаж.ru И в сегодняшнем видео уроке мы создадим гильзу Так как в предыдущем уроке мы создавали пулю И в этом уроке будем создавать гильзу и собственно совмещать пулю с гильзой То есть делать патрон Вот у нас пуля, которую мы делали в предыдущем видео уроке Который посвящен был пуле и гильзе и вообще патрону Что нам нужно? Мы скроем эту пулю, так как она нам будет мешать делать нашу гильзу Нажимаем правую клавишу мыши на ней и нажимаем Hide Selection То есть скрыть выделенное И нажимаем клавишу Z, чтобы выровнять окна так как нам нужно Далее, далее заходим в Create То есть и выбираем стандарт примитивы Стандартные примитивы И выбираем тут такой объект, который называется Cylinder И в окне Left, то есть его строим Так, где-то вот так Вот мы его построили Что нам нужно далее? Далее переходим в Convert to Editable Poly И выбираем конвертирование полигонов Так, и выделяем вот эти вот полигоны Выбираем инструмент, который называется Scale То есть он увеличивает и уменьшает и увеличивает объекты Так как нам нужно И уменьшаем наш полигон Где-то так И удлиняем Где-то вот так Выделяем вот эти вот полигоны И инструментом Select and Move Его вытягиваем где-то вот настолько Вот Теперь при просмотре мы видим, что У нас создалась вот такая вот уже форма Которая более похожа на гильзу Но это еще и не все Далее нам нужно удалить вот этот вот полигон Для этого выбираем его И нажимаем клавишу Delete Все, мы его удалили Его уже у нас нет Так, далее Далее нам нужно создать такие впадинки Которые существуют на гильзе Вот здесь Итак, что мы делаем Для этого переходим в редактирование ребер Edge И выделяем вот эти вот ребра Нажимаем правую клавишу мыши И нажимаем тут на Connect То есть создать еще ребра на этих ребрах Нажимаем инструментом Select and Move И перемещаем где-то вот сюда Да, где-то вот сюда Далее опять же выделяем И создаем еще один И его подвигаем прям впритык К тем ребрам, которые мы создали Опять же выделяем еще раз Опять Connect И где-то перемещаем вот сюда Далее опять выделяем Еще раз Connect И опять же впритык подвигаем То есть нужно создать еще четыре На вот этих вот ребрах Итак, есть Далее переходим в редактирование полигонов Полигон И выделяем вот эти вот полигоны Вот они у нас выбрались И нужно их уменьшить То есть выбираем инструмент Scale И уменьшаем Где-то вот так И наверное чуть-чуть их Расширим Вот так И что у нас получилось Сейчас мы посмотрим У нас получилась Вот такая вот впадинка Вот Так как на гильзе она присутствует Вот И она уже у нас больше Более-менее похожа Далее Переходим на зад нашей гильзы Приблизи чуть-чуть И нужно создать на этом полигоне Еще несколько полигонов Так как мы делали ранее на пуле Выбираем этот полигон Выбираем инструмент Который называется Insert И делаем полигоны Вот так Раз Два Три И все сделаем Маленький такой И Собственно Наверное вот так Приблизим его Чтобы было удобнее Нам нужно теперь выбрать Вот эти вот У нас Полигоны По кругу Так мы их выбрали Теперь Выбираем инструмент Который называется Extrude То есть Вдавливание Выбираем его И Чуть-чуть Вдавливаем Внутрь Итак При просмотре Вот сейчас мы просмотрим Рендеринг Рендер У нас получилась такая вот Впадина Итак Что нам нужно делать далее Далее Применим к этому всему Модификатор Который мы уже применяли Ранее К пуле Который называется TurboSmooth TurboSglage Заходим в модиферлист И Выбираем TurboSmooth Есть Загладили Теперь Рендеринг Визуализируем И у нас получается Тут такая вот Впадинка И опять же Этот Появился такой Артефакт Его убрать Достаточно легко Мы уже это Проделывали С пулей Опять же Заходим в Editable Poly Редактирование Полигонов Вот Выбираем Вот этот Средний Полигон И что нам нужно Нам нужно Создать На этом полигоне Еще несколько Полигонов Выбираем Insert И делаем Несколько Полигонов Ну думаю Трех достаточно И опять Произуализируем Вот у нас Этот артефакт Исчез Вот уже Как и Собственно Должно быть Вот Повернем Чтобы нам Было видно Бок Нашей гильзы Вот у нас Тут появилась Такая вот Впадинка Как и На настоящей Гильзе Так Что нам Нужно Сделать Далее Отключим Мы Jetfaces Чтобы у нас Не было их Видно И Как мы Видим У нас Получается Гильза Сама Тонкая То есть Как будто Она из бумаги Сделана А не из металла Как это Исправить А исправляется Это очень Просто К этой гильзе Нужно Применить Применить Модификатор Который Называется Shell Объемность Можно Это сказать Ищем Вот тут Вот он Shell Применяем И как Видите У нас Тут уже Более Принял Такая Объемность Пули Уже Такая Видно Что уже Состоит Из Не из бумаги А из чего То поплотнее Но при визуализации Как мы видим Тут тоже Углы Сглаживаются Как нам Это исправить Нам нужно Создать Еще Несколько Углов Так сказать Ребер Опять Приходим На Edit Will Поле Вот В редактировании Ребер Edge И Выделяем У нас Получается Вот Эти Ребра Нажимаем Правил К лавишу И нажимаем На Connect Перемещаем Его Так Вон Да Ладно Создадим Еще Один Так Connect Перемещаем Его Вблизь К этому Ребру Так И То же Самое Здесь Connect Вирусная База данных Успешно Обновлена И Также Сделаем Вот Здесь Тоже Выбираем Edge Выделили Connect И Перемещаем И Теперь При Сглаживании Как Сейчас Увидим У нас Будут Углы Уже Более Менее Такие Как На Настоящей Гильзе Посмотрим Что У нас Получилось Вот У нас Получилась Вот такая Вот Уже Гильза Итак Гильза У нас Закончена И Теперь Нам Нужно Соединить Нашу Гильзу С Нашей Пулей Которой Мы Делали Ранее Для этого Выделим Нашу Гильзу Хотя Можем Даже Не Выделять Вот Нажмем Сюда И Нажмем Правую Клавишу Мыши Нажмем Hide L То есть Показать То что Мы Ранее Скрывали Нажимаем И у нас Появилась Наша Пуля Которую Мы Делали Ранее Далее Выделяем Нашу Пулю Нажимаем На Tools Вот здесь Вот Находится Tools И Выбираем Align Или Alt Плюс А Вот Выбрали И Нажимаем На нашу Гильзу Вот У нас Выскакивает Такое Окно Тут Ничего Мы Не Меняем Нажимаем Ок И Получается Наша Пуля Выставилась Ровно По Центру Нашей Гильзы Так Что Мы Делаем Далее Нам Нужно Масштабировать Нашу Пулю Чтоб Она Подошла К нашей Гильзе Для Этого Убираем Инструмент Scale И Собственно Уменьшаем До Таких Размеров Которых Нам Нужно И Подвигаем Там Где У нас Цена Должна Стоять Еще Уменьшим Вот Где То Вот Так Перемещаем Визуализируем Получилось Так Наверное Еще Уменьшим Нашу Пулю Где-то Так Вот У нас Уже Получилась Вот Такая Пуля Уже Более Менее Похожа На Пулю Итак Чтоб Она Вообще Была Более Так Больше Похожа На Пулю Нам Надо Применить К этому Всему Материал Чтоб Она Не Была Такой Как Бы Нарисована Или Покрашена Так Выбираем Нашу Гильзу Нажимаем Клавишу М То Есть Применим К этому Материал И Соединим Новый Нажимаем Вот здесь Наш Шарик Get Материал То есть Новый И Ищем Тот Материал Который Нам Нужен Какой То Метал В моем Случа Выберу Наверное Сейчас Reflection Lake Наверное Выбираем Два раза Клик На него Вот У нас Появился И Нажимаем Вот Сюда Тут То есть Применить Asim Material To Selection То есть Применить Материал К тому Объекту Который У нас Выделен Применили Вот И вот У нас Применился К самой Гильзе Визуализируем Кантаем И у нас Получилось Уже более Менее Похоже На металл Уже С блеском И И так И так Нужно Применить Материал К Гильзе Ой Гильзе К Пуле К Пулю Мы будем Применять Другой Материал Где-то Какой-то Золотистый Может Смотря Какая У вас Пуля Вот Найдем Какой-нибудь Можно Вообще Ржавую Сделать Другое Дело Так Наверное Выберем Где-то Вот Это Наверное Это Более Метал Шершавый Выбираем И что У нас Получится Мы Рендер Контайн И у нас Получилось Вот такая Гильза С такой Пулей Уже Видно Что она У нас Железная Не какая-нибудь Там Я не знаю Вот В принципе И все У нас Пуля Создана Вот И Хочу Вам Показать Такой Это Как бы Сказать Фишку Можно так Сать В 3дмаксе То есть Можно Клонировать Нашу Пулю То есть Не создавать Еще одну Такую Же А можно Просто Клонировать То есть У нас Будет Не одна А две Как это Сделать Мы Выбираем Выделяем Нашу Пулю Наводим На нее Выбираем Инструмент Сделать Сделать Потом Зажимаем Клавишу Shift И Тянем В сторону Так Окей Все У нас Еще одна Создалась Возьмем Еще раз Склонируем Пулю Сейчас Пулю Одну И Инструмент Который Назвать Silicon Rotate То есть Поворот На угол Если я сейчас Буду Поворачивать Нашу гильзу Она у нас Повернется Без пули То есть Она у нас Как бы Отдельно Как нам Это Изменить Как нам Это Изменить Нам Нужно Привязать Нашу Пулю К нашей Гильзе Как нам Это Сделать А Сделать Это Очень просто С помощью Инструмента То есть Магнита Который Притягивает Так Сказать Ну То есть Или Цепи Можно Так Сказать Выбираем Вот сюда Тут Select And Line Можно Так Сказать Выбираем Его Наводим На Нашу Пулю Лучше Сюда Перейдем Наводим Нашу Пулю Заживаем Левую Клавишу И Тянем К нашей Гильзе То есть Все Мы Применили И что Теперь Выбираем Нашу Гильзу Первую Которую Мы Применяли Инструмент Select And Rotate То есть Поворот На Умно И Поворачиваем И как Мы Видим При Повороте Наша Пуля Привязана К Нашей Гильзе То есть Будет Уже Двигаться Так Как Вместе С Нашей Гильзей И При Рендеринге Видим Что У нас Она Вот Так Вот Стоит Ну Вот И все Наш Урок Закончен По Построению Патрона То есть Гильзы И Пули Собственно И До новых Видеоуроков До новых Встреч Там Будет Еще Интереснее Так что Заходите На Сайт Который Называется Видеомонтаж Тут И Найдете Там Много Интересного До новых Встреч С вами был Влад Сериков До свидания